МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нас самое главное – это именно попытка очертить вот эту территорию, на которой происходят различные встречи, связи, взаимопересечения, вот именно звука, цвета, визуального и акустического. То есть они должны в каждом произведении происходить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь есть документация видеоперформансов, есть звуковые объекты, есть звуковые и визуальные инсталляции, аудио-видеоинсталляции, есть видео, созданные композиторами, есть произведения, в которых движение переходит в звук и наоборот. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это московский художник Дмитрий Коварга. Я бы его отнес к квази-научным произведениям искусства, потому что эта работа основана, в принципе, вот это странное произведение реагирует на импульсы головного мозга по идее художника. Нужно подойти вот к этой стойке, надеть... И сразу меняется все вот это на поле, то есть аппарат, читающий ваши мысли, доносящий эти мысли до окружающих. Ну, это представление художника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это произведение Марины Колдобска, оно интерактивное. То есть вы, садясь за ударную установку, можете создавать свои собственные картины на экране. Делается вот таким образом. Это два квадрата. Практически близнецы. Это, так бы сказать, звучащие скульптуры интерактивные, сделанные для того, чтобы человек сам на них себе звучал. Но здесь такая вещь, что если, скажем, человек стоит внутри композиции и, скажем, звучит сам себе вот так, то есть такой феномен в физике. Отсюда исходят одни волны, отсюда другие. Они, в принципе, близнецы, но немножко и сдвигнут. Четыре герца. Четыре герца – это частота нашего мозга, когда мы спим в самом лучшем сне, в глубоком сне. В общем, короче, что здесь происходит? Происходит, что в центре эти волны встречаются, и в физике они интерферируют, резонируют друг с другом, и в центре возникает такой невидимый кокон звука, который в физике называется стоящая волна. То есть это стоит как бы волна, которая вот находится здесь. Идея о том, что вот надо объединить звуки и цвета в единое искусство, это не только, конечно, от Скрябина, хотя здесь все знают, это еще во времена Аристотеля. Аристотель писал, что когда-то будут найдены пропорциональные отношения. Потом, после открытия Ньютоном «Персия света», композиторы, его современники Гретри, Рамо очень занялись этим. Геты 15 лет жизни посвятил тому, потому что он прекрасно понимал, что если погрузить человека в состояние музыкальной гармонии не только посредством звука, слуха, но и зрения, это расширит его возможности вообще восприятия мира. Сзади меня висит картина Чекона Баха. Она написана абсолютно буквально в соответствии с партитурой. Любая нотная запись содержит определенный алгоритм, который музыкант проявляет посредством отношений звуков. И вот эти отношения могут быть проявлены посредством отношений цвета. Выставка очень обширна и энциклопедична. Она охватывает не только музыкальные аспекты, которые мы привыкли связывать с концертными залами или с исполнительством. Здесь много экспериментов. Это выставка погружения. Это выставка для тех, кто имеет уши и слышит. Потому что одно дело слушать, а другое дело слышать. То есть звуки и музыка требуют еще от нас отзывчивости, участия. Субтитры создавал DimaTorzok